Президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего выступления перед Советом Законодателей накануне выбора в Госдуму попросил депутатов обойтись без пустословия и дешевого популизма в своих предвыборных обещаниях. По его словам, депутаты забывают негативную практику минувших лет и в том числе начала 90-х. Тогда обещали все подряд для того, чтобы переманить избирателей на свою сторону и заручиться их поддержкой. Путин призвал депутатов быть честными и ответственными перед своим народом и перестать расшатывать политическую систему внутри государства. Ведь Россия должна показать пример честной борьбы на выборах. Несмотря на такие голословные заявления, Путин по итогу оказался не таким белым и пушистым, ведь сам давал несколько предвыборных обещаний, которые можно приравнять к пустословному популизму. Например, в начале своего правления президент России заявлял, что никогда не поднимет пенсионный возраст и не будет менять конституцию страны. Перейдем к главе МИДа Сергею Лаврову. Он заявил, что Россия, скоро предоставит список недружественных к ней стран, и что у министерства есть некие поручения и критерии, по которым будет определяться, дружественная страна или нет. Можно предположить, что под недружественными странами Лавров подразумевает США и ее союзников. Ведь после того, как президент Джо Байден назвал Путина убийцей, отношения между странами резко обострились. Байден подписал указ о санкциях в отношении России. На следующий день Москва ввела контрсанкции. Кроме того, Путин подписал указ, который ограничивает наем работников иностранными миссиями, которые предпринимают недружественные действия в отношении России. Заключенные ранее с физлицами трудовые договоры, число которых превышает определенное правительством, подлежат аннулированию. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что российская демократия является многовековой и самой свободной в мировой истории, поэтому другим странам, особенно США, стоило бы поучиться. По его мнению, сам факт проведения в России прямых выборов без выборщиков, как в США и некоторых странах, подтверждает то, что российская политическая система является открытой демократией. В качестве наглядного примера спикер Госдумы сравнил выборы мэров столиц России и Франции. По его словам, мэр Москвы выбирается через прямое голосование, а в Париже, наоборот, через закрытую избирательную систему. Володин порекомендовал остальным странам не учить его страну строить демократию, так как их державы образовались тогда, когда в России уже выбирали. В первую очередь, это, надо сказать, США, которые вот так вот вероломно другим навязывают свои псевдо-стандарты, добавил спикер Госдумы.